Эти юные патриоты теперь полноценные граждане Российской Федерации. Они достигли 14 лет. Осознание того, что теперь ты взрослый и ответственный человек, приходит моментально, делится Амалия Хашеева. Вроде получение паспорта – это обычное дело для каждого человека, но для меня это получилось крайне торжественно. Я очень была рада присутствовать на этом мероприятии. Сегодня свой первый и главный документ, удостоверяющий личность, получают пять юных жителей региона. Они же активисты движения первых и юной армии. Паспорт вручает им председатель Народного собрания Магомед Тумгоев. Приурочили церемонию ко Дню России, которая отмечается в нашей стране 12 июня. У молодых людей уже появились планы на взрослое и самостоятельное будущее. Мне очень было приятно сегодня находиться здесь, чувствую себя участником политической жизни. У меня появились свои планы, идеи, реализации. Возможно, когда-нибудь профессионально займусь политикой. Недостаточно просто получить паспорт. С новым статусом необходимо узнать о своих правах и обязанностях перед обществом. Теперь ребятам предстоит самостоятельно принимать решения и быть готовым к выполнению гражданского долга. В этот день хочу им лично пожелать, чтобы они с гордостью, с честью и достоинством носили это звание. Гражданин Российской Федерации. Как руководитель подразделения пожелать, чтобы этот государственный документ они не теряли. Счастья, здоровья, достижения всех тех олимпов, которые они перед собой ставят. И быть достойными гражданами не только Республики Ингушетия, но и Российской Федерации в целом. Для активистов юной армии сегодня тоже сделали небольшой подарок. Ученикам 30-й школы сельского поселения Сагапши, которая названа в честь Героя России Мустафы Бокова, торжественно вручили комплект юного патриота. В него входят зимняя куртка, рубашка, брюки, берцы и погоны. Их отряд также назван в честь Героя России. Поздравить ребят в такой важный день пришли и родители. Многим даже не верится, что их дети стали взрослыми. А завершили торжественные церемонии коллективной фотографией на память.